Квантовая механика ведёт своё начало с постулатов Нильса-Бора, которые модифицировали для целей микромера теоретические положения небесной механики, описывающие движение небесных тел. Орбитальное движение небесных тел основано на двух законах. Во-первых, на круговой орбите сила тяготения FG равна центробежной силе Fc. Если между силой тяготения и центробежной силой возникает различие, то круговое движение превращается в эллиптическое. И второй момент – количество движения, или угловой момент, как называют его за рубежом, тело является величиной постоянной, если на тело действуют только центральные силы. Заменив уравнение 1 силу тяготения на силу электростатического притяжения, мы получим систему уравнений для математического описания планетарной модели атома. Но атомная теория должна была дать также алгоритм для вычисления спектра излучения атома. И эту задачу классическая механика решить не могла. Тогда Нильсбору выдвинул гипотезу, что угловой момент электрона, что электрон в атоме, может занимать ряд стационарных орбит, на каждой из которых величина углового момента пропорциональна постоянной планке. А частота излучения электрона связана с разницей между энергиями этих орбит, также через постоянную планку. Этот подход позволил Бору с высочайшей точностью рассчитать спектр атома водорода. Но распространить его на более сложные системы Бор не смог. Причина – непригодность уравнения Кулона для описания электростатического взаимодействия в многозарядных системах. Бор пытался модифицировать уравнение электростатического взаимодействия, но в конечном итоге он эти свои попытки признал неудачными. Хотя вот отдельные результаты, полученные ими, были достаточно приличными. Ошибка порядка 10% в расчетах. Но в этих моделях было проигнорировано электростатическое отталкивание между двумя электронами, находящимися на одной орбите. Выход из сложившейся ситуации был найден Эрнестом Шрёдингером. К этому времени были установлены волновые свойства электрона. И Шрёдингер предложил рассматривать электрон в атоме как стоячую волну и применить для описания этой волны соответствующий математический аппарат. Как оказалось, в результате подбора волновой функции мы можем получить искомую величину энергии электрона в атоме. С каждым набором значений энергии электронов в атоме мы можем сопоставить определенный набор волновых функций. То есть распределение зарядов в пространстве. Таким образом, метод Шрёдингера позволяет нам компенсировать неадекватность используемого уравнения электростатического взаимодействия подбором распределения зарядов в системе, дающим искомый результат. Но важно подчеркнуть, что волновая функция не описывает реальное распределение зарядов в атоме и тем более не дает представления о форме орбит электрона. Хотя с практической точки зрения, вот, например, одно из, так сказать, приложений, да, представление о СФ-гибридных орбиталях, оно оказалось очень полезным и для описания геометрии молекул, и для описания механизмов химических реакций. Но мы не можем игнорировать с физической точки зрения определенные противоречия как с экспериментальными данными, так и с терапевтическими положениями. Ну, например, обратимся к атому гелия. Общепринято, что в отсутствии внешнего магнитного поля электроны в атоме гелия имеют одинаковую энергию, но противоположный магнитный момент. Модель Шрёдингера описывает эти электроны функцией распределения заряда, имеющей сферическую симметрию. Вопрос о взаимном отталкивании электронов также игнорировался. Электроны в атоме у гелия имеют, кстати, различную энергию и ионизации. 0,9 хартри для первого электрона. Хартри – это внесистемная единица энергии, равная потенциальной энергии электрона в атоме водорода. И, значит, около 2 хартри для второго. То есть каждый из электронов, считается, имеет энергию по минус 1,45 хартри. И получается, что эффективность заряда, действующего на электрон в атоме гелия, равна 1,7 атомных единиц, а величина и экранирование – около 0,3 атомных единиц. Энергия внешнего электрона в атоме лития, это номер 3 уже, 0,2 хартри. И отсюда следует, что величина эффективного заряда, действующего на электрон в атоме, или лития на внешний электрон, всего лишь 0,6 атомных единиц. А величина и экранирование – около 2,4. То есть величина и экранирование – больше 2. Хотя мы вправе были бы ожидать, исходя из геометрии, сферической симметрии, из закона Кулона, что будет величина и экранирование – ровно 2. И, в общем-то, эти несложные расчёты показывают, что вызывают сомнения. Во-первых, в том, что заряд в атоме гелия действительно имеет, распределение заряда имеет сферическую симметрию, ну и закон Кулона тоже вызывает сомнения. Его применимость, точнее, для многозарядных систем. Уравнение Кулона – математический эквивалент на уравнение Ньютона. И это уравнение также применимо только для двух тел. Собственно, Ньютон свой закон. Вот мы только что вспоминали с коллегой математический начал натуральной философии. Ньютон сформулировал свой закон для двух тел. Для системы из трёх тел в своё время было предложено следующее уравнение. Значит, тело 1 будет притягиваться к телу 2, если выполняется следующее неравенство. В противном случае тело 1 будет притягиваться к телу 3. Ну а если у нас тело 1 притягивается к телу 2, то влияние тела 3 проявляется через такую зависимость, в которой учитывается угол между радиус-векторами тела 2 и 3 относительно тела 1. Ну, естественно, логично было попробовать использовать аналогичный подход и для описания электростатических взаимодействий. И такая попытка была предпринята. Значит, здесь изображена трициклическая модель атомолития. Значит, 3 электрона вращаются по круговым орбитам, причём, значит, орбита внешнего электрона проходит через ядро, а орбиты внутренних электронов сдвинуты относительно ядра. Значит, такая система может существовать и в соответствии с законами обычной классической механики. Тогда величина элемента силы будет описываться следующим уравнением. То есть это воздействие ядра на элемент заряда электрона на внешней орбите. Ну, чтобы получить полную силу, мы должны провести тройное интегрирование. Вот, но фактически всё потом сводится к простому интегрированию. Правда, этот интеграл не имеет аналитического решения, и нам необходимо использовать численный метод. Значит, равновесие между силой электростатического притяжения и центробежной силой, вот оно преобразуется в следующее, значит, равенство, поскольку здесь мы не можем подставить саму величину силы в явном виде из-за сложности уравнений. Значит, результаты, результаты, выполненные для атомолития из-за электронных ионов, показали, в общем-то, достаточно приличный результат во всяком случае для вычисления потенциала ионизации. Вот, во всяком случае не хуже, чем дают нам волновая механика, даже лучше. Но вот эта модель, она, значит, оказалось, что для нижних электронов тот же самый метод расчётов применить нельзя. Вот. И самое главное, что у нас в этой системе, да, вот, из двух зарядов мы должны учитывать ещё отталкивание между электронами. Ну, математика, великая наука, всегда можно найти какие-то уравнения. И вот система уравнений была найдена, которая позволяет нам, вот, описать равновесную систему. Значит, в ней, значит, появилось новое уравнение для отталкивания между электронами, а выражение для силы притяжения электростатического, оно поменялось. То есть, если для внешнего электрона у нас там был радиус вот, расстояние от электрона до ядра, то здесь у нас уже фигурирует вот эта вот величина. Почему это или не та, я вам скажу просто. Потому что удается получить нужный результат расчётов. Так, куда-то я не туда нажал. А, вот. И вот результаты здесь вот такие получились, да. То есть, эта система у нас обладает и равновесием по вертикали, то есть, равенство центробежной силы и силы электростатического притяжения, равновесие по горизонтали, то есть, так сказать, вот эта вот проекция равна силе отталкивания. И величина энергии электронов вычисленная, она отличается всего максимум на полтора процента от экспериментальной. То есть, казалось бы, что лучше? Но возникает вопрос, а на каком основании, на каком основании мы сделали вывод, что оба электрона в атоме гелия имеют одинаковую энергию. Вот рассмотрим, значит, вот стандартная таблица энергетических состояний атомогерия, да. Значит, вот представим себе, что у нас, значит, вот каждый из электронов имеет энергию минус 1,45 хартрид, да. Значит, переход гелия из состояния 1С дважды в состояние 1С2С ведёт к увеличению энергии на 0,73 хартрид. Как при этом будет меняться энергия отдельных электронов? Значит, если у них была одинаковая энергия, то в возбуждённом состоянии энергия нижнего электрона останется минус 1,45, а верхнего, значит, увеличится до 0, до минус 0,72. Но, если у нас, значит, геометрия изменится, да, один электрон уйдёт вверх, то экранирование вообще исчезнет. И фактически нижний электрон, он будет подвержен находиться в том же поле, что и, скажем так, в двухзарядном ионелите. А тогда энергия его должна быть минус 2 хартрид. Она не может остаться минус 1,45. То есть получается, что он должен излучать. Точнее, нет, не излучать, она же уменьшится, да. Всё правильно, он должен будет излучать, да. То есть процесс поглощения энергии должен сопровождаться процессом излучения энергии. Таких у нас экспериментальных данных нет. И, в общем-то, я исхожу из того, что всё-таки и данные по энергионизации, и спектральные характеристики, они скорее удовлетворяют той ситуации, когда электроны в атоме гелия имеют разную энергию. То есть минус 2 хартрид. Нижний электрон и минус 0,9 хартрид. Верхний электрон. И тогда, значит, вот мы таким образом можем откалибровать энергию верхнего электрона. Ну и опять, значит, аналогичная задача, как нам... А, ну, минуточку, значит, здесь ещё один момент. То есть, ежели мы считаем, что электроны имеют одинаковую энергию, да, чтобы нам вот это всё дело сопоставить, привести в соответствие с экспериментальными данными, мы должны, могли бы предположить, что есть какие-то безвозлучательные процессы передачи энергии от одного электрона к другому, да. И вот одна из проблем, которая не имела до сих пор никакого вообще описания, это взаимодействие между электроном и фотоном. Вот в своё время мной был предложен следующий механизм взаимодействия. Он предусматривает, что время взаимодействия между электроном и фотоном составляет Δt равно, значит, единица, делённая на частоту излучения. И процесс, для того, чтобы описать именно процесс, во времени вводится функция текущей мощности электромагнитного излучения. Нетрудно показать, что если мы вот эту величину П от Т проинтегрируем за интервал времени Δt, то получим известную формулу Ашню. Энергетический баланс включает в себя работу против силы электростатического предвижения, связанную с увеличением заряда, изменение кинетической энергии, которая связана с изменением скорости движения. изменение кинетической энергии. И был введён ещё один член. Это энергия деформации электронной орбиты. Для чего понадобилась вот эта штука. Значит, постулат Бора, как вы помните, гласит, что электрон при переходе с орбиты, скажем, номер один на номер два, меняет, у него увеличивается момент количества движения. А чтобы момент количества движения увеличился, нужна энергия. Где её взять? То есть, получается, что электрон, когда доходит до нужного величины значения радиуса, он должен откуда-то взять ещё энергию, чтобы у него изменился момент количества движений. И вот если придумать, ввести такую показатель, как энергия деформации электронной орбиты, тогда эта задача, в общем-то, вполне решается. Ну вот, на этих рисунках показаны некоторые зависимости, полученные в рамках данной модели. Но самое главное, как я уже сказал, это то, что нельзя себе представить какого-то излучательного процесса передачи энергии от одного электрона на другую. Ну и вот теперь, что касается модели для атомогелия с орбитами различного радиуса. Ну, опять-таки, если что-то поперебирать, всегда найдёшь нужное уровень. Чем отличается эта модель от предыдущей? Значит, в модели с равными орбитами было использовано для вычисления силы притяжения было использовано расстояние между центрами орбит, а в данном случае используется в каждом случае расстояние от центра орбиты до ядра. Вот. И такое вот уравнение для описания горизонтального равновесия. Значит, результаты получились, ну, для атомогелия я считаю просто изумительными. разница в вычисленных энергиях это четвёртый знак после запятой. Значит, ошибка в вычислении радиуса здесь тоже в пятом знаке. Вклонение от равновесия получились хорошие результаты и для гидрид-иона. А вот для ионов лития и бериллия найти равновесную модель не удалось. То есть, точнее, геометрию. Та геометрия, которая даёт прекрасное совпадение по энергии, она оказывается неравновесной. Можно найти геометрию, которая удовлетворяет условиям горизонтального равновесия, но тогда нет совпадения по энергии. Это, конечно, может быть связано как и с неадекватностью модели, но так и с тем, что, допустим, у нас этот ионный не может существовать в равновесном состоянии. вполне возможно. Надо ещё такой момент учитывать, что вот у нас было какое-то состояние атома, да, один электрон ушёл, поле сил поменялось, да, если для стабилизации состояния необходимо увеличение радиуса орбиты электрона, то это связано с увеличением энергии, правильно? А энергия может увеличиться, хотя тут критикуют товарищи закон сохранения энергии, но я сторонник этого закона. А энергия электрона может увеличиться только если он получил её извне. Понимаете? И тогда у электрона возникает дилемма. Либо он сохраняет свою энергию, либо энергия и он находится под действием неравновешенной силы. Да? Вот. Либо значит, что у него ещё? Либо смещение электрона не сопровождается изменением энергии. Ответы на этот вопрос пока я для себя не нашёл, а электрон спросить, так вы понимаете, невозможно. В описанных высших моделях было использовано представление о делокализованном электроне. Надо сказать, что Артур Комптон выдвинул концепцию о кольцовом электроне ещё в середине 20-х годов прошлого века. Но его идея не получила поддержки научного сообщества и в 1926 году я сменила идею Георга Уленбека и Смэля Гаутсмита о вращающемся электроне. Это представление было использовано для объяснения магнитных свойств электрона, проявляющихся в эффекте Зеймана в электронном парамагнитном резонансе в эффекте Штарка Герлах Но каким образом мы согласно определению Вольгана Пауле под спинном частицы мы понимаем момент её количества движений, который не связан с поступательным движением точки материальной точки. Но как нам связать представление об электроне в волне и об электроне вращающемся в шаре. В общем-то непонятно. Но надо сказать, что волновая механика она достаточно абстрактна и эта проблема решается без всяких каких-то механических аналогий просто вводится в волновую функцию новая переменная и всё. Но в некоторых случаях мы всё-таки должны вспомнить и о теории Бора и о электроне движемся по круговой орбите, например, при количественном описании электронного промагнитного резонанса. Но всем нам известно со школьных студенческих лет, что для вычисления магнитного момента электрона мы представляем себе, что электрон движущийся по круговой орбите это круговой ток. Ну и дальше по известным формулам мы вычисляем этот магнитный момент. Но далее, если мы представим себе электрический ток как последовательность вот таких вот круговых токов электронов, что у нас получится? У нас получится, что магнитное поле прямого проводника должно быть аналогично магнитного поля соленоида, то есть направлено вдоль проводника. А в реальности оно направлено поперёк проводника, так ведь? И это возможно только в том случае, если силовые линии магнитного поля отдельного электрона они коаксиальны и орбиты. И тогда мы можем себе как раз вот переход и уже к эфиру. То есть можно себе представить, что электрон, вот этот электрон-кольцо вращающееся, он воздействует на эфир и вызывает в эфире циркуляции. И тогда мы можем магнитное поле представить себе как именно циркуляции в эфире. Вот. И если мы такую... Ну, конечно, не не обо всём ещё удалось подумать, но по крайней мере некоторые эффекты такая модель объясняет. Например, почему привые проводники с током имеющими одно направление притягиваются, а противоположное отталкиваются. Вот. Почему магнитное поле проводника не зависит от его материала? Хотя электронные свойства, как вы понимаете, меди, там, алюминия, золото, они очень сильно различаются. Вот. А потому что интенсивность внешней циркуляции не зависит от радиуса орбиты электрона, а зависит только от расстояния, от величины радиуса этой циркуляции. Так, ну и ещё, значит, электрон-кольцо позволяет нам сформулировать одну гипотезу, а именно образование фотона. Собственно говоря, фотонами мы называем электромагнитное излучение, лежащее в области видимой и ультрафиолетовой. Значит, можно себе представить, что электрон, вот кольцо вращающееся, когда орбита сжимается, он выталкивает из внутренней области часть эфира и при этом образуется троидальный вихрь. А троидальный вихрь, это тоже, в общем-то, из физики макромира известно, что он может перемещаться с сохранением энергии. Таким образом, вот этот вихрь имеет три, как минимум, составляющие движения. Это поступательное движение перпендикулярной плоскости орбиты электрона, вращательное движение вокруг вот этой вот оси и вращательное движение вокруг линии тока. Но чтобы все-таки он воспроизводил этот вихрь все свойства фотона, нужно еще, чтобы он мог пульсировать, а именно разжиматься и разжиматься с определенной частотой в определенных границах. Вот если мы решим математически эту задачу, то мы построим и вот такую эфирную теорию электромагнитного излучения. я. Ну и собственно, что я хотел донести до вас, что по моему мнению, представленные в докладе данные демонстрируют, что научный потенциал модели атома, основанной на круговых орбитах, еще не исчерпан. Дальнейшие разработки в данном направлении в сочетании с поиском вобщенного равнения электростатического взаимодействия могут дать более точное описание атомов молекул. Представление об электронном кольце открывает возможность для изучения взаимодействий между электронным эфиром и тем самым сделать более наглядными теории магнитного поля электромагнитного излучения. Спасибо за внимание. Вопросы давайте. Значит, у меня простите четыре вопроса. Первый. Один, первый. только. А потом продолжим. Ну, значит, я правильно понял, что вы рассчитывали систему выравнения численными методами. Да, интегралы эти не берутся. Очисленные не готовы. Вот эти очисленные численные. Второй теперь давайте рассчитаем. По какому критерию вы оценивали равновесные состояния. Равновесие состояние. притяжения. Дальше в модели Бора, где выражение для силы электростатического притяжения все очень просто, там система уравнения решается. Здесь она сложная, поэтому я ввел такую функцию φ. и дальше значит конечно равенство нулем добиться нельзя, но вот в результатах мы вот видим каких значений я пытался достичь подбирая радиус орбиты. Допустим, чтобы φ было не больше одной тысячи. То есть если радиус орбиты 1,362, а 0, а 0 это тоже не системная единица длины равная радиус орбиты электронного атома и водорода, то значит отклонение одна тысяча. То есть равновесное состояние вы оценивали по подуровням, да? Нет, я вот по этой функции оценивал, чтобы вот эта φ стремилась к нулю, но нуля мне достичь естественно не удается, а вот величина порядка одной тысячной. И еще последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вы какие-нибудь корреляции между изотопами и... нет? Все, спасибо. Итак, Марокко. Дальше правильно я понял, я убегал, это самое, ядро имеет положительный заряд, электрон отрицательный. Я промелькнул здесь электростатические силы между ядром и электроном. из физики известно, если два заряда неподвижные, электростатическое взаимодействие, если два заряда движущихся, магнитное взаимодействие. Но когда один заряд стоит, ядро, а другой относительно него движется, то взаимодействия нету. Это в любом учебнике можно посмотреть. Вот что вы на это скажете? Потому что это двойственность не ваша, вы прочитали в учебнике вот что вы сами над этим думаете? Потому что это интересно, может у кого-то какие-то мысли есть. Я не знаю, в любом случае я не знаю. В чем разница между физикой макромира и физикой микромира? Значит, физика макромира опирается на мощный экспериментальный фундамент. Правильно? Затем идут различные модели методов расчетов и наконец на самом верху законы, которые мы вводим в природу и теории. Физики макромира экспериментальных данных очень мало. Возьмем тот же атом гелия. Что мы знаем? Заряд ядра массу, заряд электрона массу и десятка два, три частот излучения. Все. И дальше перед нами стоит задача. Нам нужна модель, которая позволяет рассчитать этот спектр. Так? А чтобы эту модель составить, мы должны перед собой какие-то теоретические сначала. У нас все с надглого поставлено. Сначала мы строим какую-то теорию, постулаты вводим. Потом на основании этих постулатов теории строим уравнение и вычисляем. Вот Бор посадил два электрона, посчитал, у него более-менее приличный результат получился. Шрёденгер построил свою теорию. Так? Островский построил свою теорию. Так? Николаев построил свою теорию. И вот так можно налепить на неё очень много. Я конкретный вопрос. Заряд неподвижный, заряд движущийся. Ну, какие соображения... Кто вам сказал, что нет взаимодействия? Что вам сказал? При чём здесь учебник? При чём здесь учебник? Я про это вам говорю. У меня есть экспериментальные данные. Понимаете, да? Заряд ядра, масса ядра, заряд электрона, масса электрона, спектр поглощения. Я модель, которая мне позволяет вычислить эти величины. Вот всё. Но электрона вращается вокруг ядра неподвижного? Конечно. Вращается? Значит, такого быть не может. Я же вам объяснил. Может, что может быть, что не может быть, мы не знаем. эксперимента, да? Да. Вот есть экспериментальные данные, есть результаты расчёта. Но ядро неподвижное вращается. Какое же неподвижное? Вращается ядро? Ядро, может быть, вращается, но я в своей модели эффекты, связанные с вращением ядра, не учил. Нет, я имею в виду, что по поводу вопроса. Ядро вращается, или? Ну да, да, да. Ну вот я ответ от него услышал. Только не ядро, а позитрон в ядре. Всё правильно он ответил за вас. Но я-то не учитывал это вращение. Позитрон в ядре? Нет, не позитрон, протон в ядре. Извините, но... В составе протона. Я привык к тому, что существует орбитали, а не орбиты. Что электронам соответствует орбитали. Орбитали, вот это слово применяется в волновой механике. Почему? Потому что орбита это какая-то, так сказать, траектория, да? А в волновой механике траектории нету. И вот придумали слово орбиталь. Вот такое. То, что вы рассказываете, это касается орбиты? Это орбит. А каким-нибудь образом это стыкуется с волновой? Это может столковаться только одним образом, если все-таки электрон на этой орбите это не шарик, да? А это... Размытая вероятность это самая. И вы умеете все-таки делать соотношение между представлением электроны как карпускулы и как волнового поля вокруг него? Нет, ну просто я считал, да, вот это вот где-то, 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 где-то. Вот видите, да, здесь я брал делокализованный электрон, да, то есть вот элементы заряда, и я считал, что величина dq, она пропорциональна длине дуги dα, то есть я считал, что электрон равномерно, и заряд распределен равномерно по орбите. без учета вероятности появления в каждой точке. Без, то есть вероятность, она, ну, заряд пропорциональна для людей. Понятно, спасибо. Ну еще какие вопросы есть? Можно? Дубровский Петр Иванович, да, значит, вот вы сказали, что у вас, значит, на основе постулатов Бора, да? Я сейчас процитирую Бора статью. Теперь продемонстрируем, что трудности данного вопроса исчезают, если мы рассмотрим проблему с точки зрения принятой в данной работе. Вот основные допущения. Первое. Динамическое равновесие системы в стационарных состояниях может быть описано посредством обычной механики, а вот переход системы с одного стационарного состояния в другое нет, не может. Ну да. И второе. Указанный выход и переход из одного стационарного в другое сопроводается испусканием монохроматического излучения, для которого соотношение между частотой и количеством выделяемой энергии соответствует теории Планка. То есть вы ориентируетесь вот на эти два постулата, да? Да. Так, а вот я сейчас прочитаю, вот мне с чем нравится вообще физико-теоретики, тем, что они иногда правильные мысли пишут. Спасибо. Иногда. Иногда. Физик, писатель Анна Михайловна Ливанова в своей книге про Ландау, пытаясь донести до читателя гениальность Льва Давидовича, приводит пример гениальность Нильса Бора. Это книга Ландау, второе издание, Москва, знания, 83-й год, страница 62-63. А Бор, может, следует сказать, что это было озарение, что Бора просто осенило, когда он, строя модель атома, высказал один из своих знаменитых постулатов. И что ему надо было каким угодно образом найти выход из безвыходного положения. И тогда возникла его безумная идея об электроне, которая вращается по орбите вокруг атомного ядра и при этом не излучает электромагнитной энергии. Безумная идея. Двигается и не излучает. Постулат Бора, во-первых, противоречил незыблемому закону физика, гласящему, что всякий движущийся заряд или заряженное тело обязательно излучает электромагнитную энергию. А во-вторых, как и всякий постулат, он был незаказуем и не подлежал обоснованию. Не излучает и все. Ведь энергия излучающего тела уменьшается там и так далее. Так Бор открыл один из удивительных законов микромира. Вот что значит интуиция гения и смелость его мышления. Какой кошмар. Во-первых, тут прямым текстом написано безумная идея и во-вторых, противоречит незыблемому закону физики. Существует совершенно нормальное объяснение того, почему электроны не излучают в этом самом молекуле. Самое простое, кстати, я вам бросил две этих самых статейки, пожалуйста, они называются модель газообразной молекулы, часть первая, часть вторая. Почитайте. Там как раз есть. Если возник еще какие-то вопросы, можем пообщаться по этому поводу. Я вам нарисую модельку, которая в общем-то не излучает. Почему не излучает, объясню. И расскажу, как она соотносятся с современной термодинамикой. И объясняет давление газа в этом самом. То, что газ обстукивает головы академиков, это как бы молекулы быстролетающие. Это как бы не давление. Это не принцип давления. Статистические физики придумали такую глупость. И до сих пор с ней носят ее на протеконе 300 лет. Есть нормальное электромагнитное обоснование того, как происходит давление молекул. Так то, я считаю, что строить идеи на безумных идеях Бора, честно говоря, в нормальной физике, не имеет смысла. Я что хочу сказать по поводу излучения движущейся частиц. Насколько я помню, с излучением связывают ускоренное движение заряда, а равномерное нет. Между тем, движение по круговой орбите не является ускоренным. Ускоренное, это там центра потому, потому что оно равно электростатическому силы действующей, сумма сил действующих на электрон на орбите. она равна нулю. То есть движение по круговой орбите является равномерным. А с ускорением только без кривления это с одной орбитальной на другой. Конечно. Дело в том, что искривление орбиты, любое, это уже ускоренное движение. Нет. нет. Не существует санкстребительного ускорения. Не существует. Другое изменение кривизны прямолинейно, вот доход дюта прямолинейно, равномерно. Если не равна нет. Хотите как вопрос воспринимайте? Хотите как это? Сразу построены учебники. Я это застал, мне 73 года, 45-го я. Значит, в учебнике физики было нарисовано электронно-лучевая трубка, подогреваемый катод, с него прикладывается напряжение, ну, 15, пускай, киловольд, срываются электроны и ускоренно движутся к аноду. Везде стоят нарисованные датчики, датчики везде, никакого излучения по ходу, длина разная, нигде движется ускоренно, все понимают, везде стоят датчики, никакого ускорения нету. Излучает электрон только когда ударяется, когда скорость будет равна нулю, мягкое рентгеновское излучение, можно проверить и все. Теперь по круговому это самое, то же самое, равномерное, вы правите. О, нашелся у меня. Нет, это четко, это равномерное движение. Можно секундочку. А можно, мы уже говорили про это я еще одно. Это касается только равномерного предпринимения движения. Но для того, чтобы двигаться по круговой арбитерии, должно быть совершенно поправка первого закона Ньютона. Потому что первый закон Ньютона является ничем иным, как предтичий появление понятия массы кинетической, как меры сопротивления параметры и звучит. Вот это самое, тебе ответ. Когда в электронной лучевой трубке ускорителя, где, в котором я работаю, там происходит поглощение, отрицательное это самое звучит. Вот когда он набирает разность потенциалов, он поглощает вот эту энергию, отрицательное энергию. А когда он срывается с катода, происходит разность потенциалов. 25 кВт в электронной лучевой, 15 кВт. И он при этом поглощает энергию. Он ускоряется, он поглощает энергию. вот резервные частички, и как только наживается поля, он поглощает. Разность потенциала, он проходит, он набирает энергию. А вот он сколько поглотил, там и мягкое рентгеновское было. Вот и так. Когда он ударился, затормозился. Вот тогда он пошел кодеку накопленную энергию он выбрасывает. Да, вот эту энергию он выбрасывает. А вот когда он ускоряется, он тоже излучает отрицательную энергию. Он поглощает. Не так. Он поглощает эту энергию вот в этих полях вот этом электростатическом. Вот так вот насучили, пожалуйста. Подождите, я вот зашла речь о том про летающие молекулы, да? Я вот думал над долгом. Почему молекула летит? Как вот она вот греет и вдруг молекула воды оторвалась и полетела. С чего она полетела? Вы хотите что-то было. А, с чего? С чего? Два. Во-первых, это самое она... Ну, здесь все раззять. Я же скачу. Ну, что ты... Ну, чего она полетела? Должно что-то быть. Закон о ней нет, и вот там... Не-не-не-не. Ко чем вы там? Все покрыть его, все дуручки. Вот. Вот у нас орбита электрона, да? Так. И можно представить себе, что он не только вот так двигается. А плоскость орбиты может еще крутиться. И вот она начинает крутиться. Да? Да? Начинает она крутиться, отталкивается от эфира и полетела. Про электронную... Это... Это... К размышлению информации, это я... Я просто сказал... Про электронную... Существовать не могут по закону Павловича. То есть вам верно. Подождите, вопрос... Я должен... Заталкиваться. Пожалуйста. Позволоты запрыт. Да. Это неправильно. Я просто как бы хочу... Сегодня я как раз выступал с тем, что орбиты круговые. Вы сейчас вот на примере микромира тоже говорите про круговые орбиты. То есть могут ли, например, законы микромира и макромира каким-то образом пересекаться? Да не они должны быть, одинаковые. Я про это и говорю. Я как раз сегодня вот и доказывал, что орбиты наши, они тоже равномерны, движение равномерное по орбите. Вы тоже на микромире показывают, что они равномерные. То есть я почему и пытаюсь как сказать, вот могут ли они пересекаться? Дело в том, что у нас вот круговое движение равномерное, электрон поэтому крутится миллиарды лет и не излучает. ежели бы оно было эллиптическим, он бы все время должен был излучать и получать энергию. Излучать и получать энергию. Понимаете? Может, он так и является? Может быть, так и есть. Вот вы ответите. может быть. Но в данных тогда выгадали вопрос. Теперь это ложное представление. Значит, смотри, какая-то точка имеется в пространстве. Вот у нас какое-то ядро, допустим, гелия и, допустим, один вращающий этот самый, электрончик. Дело в чем? два, два. напряженность магнитного поля определяется в этом случае по закону Кулона. Ку-1, Ку-2 электрического. То есть, магнитного поля или электрического? Электрического. Любое магнитное поле это суть электрическая. Единственное, что взаимодействие происходит со скоростью 300 тысяч километров в секунду. А может, наоборот? А? Может, наоборот? В смысле? взаимодействие взаимодействие между этим самым если оно изменило свое положение, то до этой точки изменение как в напряженности магнитного то есть напряженность электрического поля произойдет дойдет только через определенное количество времени. R равняется какое расстояние R разделить на скорость. Так вот, в этом случае имеется вот такая величина. В этом случае имеется вот такая величина. При этом значит вектор напряженности будет меняться. И вот это как раз развивается это и то есть что вы называете этим самым излучением. Все же значительно проще. Каким излучением? То, что меняется напряженность электрического поля вот в этой точке при вращении электрона по орбите. Это и есть то, что вы называете оседлением. А это что за точка? Я не понял. Это не пробная точка. Какая-то пробная точка. Допустим, здесь находится какой-то другой электрический заряд. Нет, а что в этой точке должно быть? Для того, что... Точки тоже равноправны. Допустим, в этой точке находится опять же какой-то единичный электрический заряд. Пускай тот же самый электрон неподвижный. В тот момент, когда сначала у нас... не может быть неподвижный. Протон. 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 Ядро обнимательно. Пускай будет что-всё что угодно. Значит, вращается по круговой орбите или там по какому угодно электрон. И напряженность электрического поля имеет какой-то этот самый вектор направлен в одну сторону и величина будет определяться по формуле кулона. Когда она начнет двигаться в другое какое-то место, оно дойдет до какого-то положения, то вектор силы приложенной к этому заряду изменится и величина его изменится. Правда, здесь расстояние больше, так что величина и силы будет меньше. А сила не излучается? Ну это вы исходите из того, что... Изменение вот этой силы это и есть излучение. не излучается не излучается для того, что производство у тебя вообще не чистится. Вон не прорывы получаются. Конечно. Клонты летят. Нет, так что кланты летят. Хорошо, давайте я вам расскажу про кланты. Сейчас тогда еще это самое. Затемлю это и уберу. Да, стоп. Время там, да? Да? Все, да? Нет, доклад закончен. Ситуация... Или новый доклад? Ситуация простая. Вы все яркие катушки слышали? Ну, слышали, да. Если мы берем два каких-то этих самых, две обмотки и пускаем одну там и за другой, то, конечно, мы получаем какой-то напрягаемый с этого самого электрического хода. Если мы подключаем противовес, то есть по одной идет ток сюда, по другой идет ток обратно, то что мы получаем? Мы получаем ноль. Соответственно, если мы вот эту идею применим для модели атома гелия, то, что, допустим, заряд, когда одна орбита и другая орбита электронов находятся значит в стоке во фазе, но они одинаковые по диаметру и скорости этих электронов одинаковы, соответственно, мы получаем нулевое излучение. Как только один из них переходит на другую орбиту или там скорость его как-то увеличивается, то, соответственно, мы получаем какую-то разность по синусоидам и получаем этот самый то, что вот эта вот система начинает излучать. Еще один вариант излучения это когда этот самый атом, точнее, надо рассматривать молекулы, потому что атом это такая как-то не совсем правильная лечена. На самом деле, если мы смотрим на то, как устроен микромет, основная единица это молекула. Петр Лавров, я только с гелем разобрался, а вы уже про молекулы. Это очень сложно. Молекулы излучают, молекулы излучают, и атом гелия, он просто является одноатомной молекулой. Ну, как же будет так. Водород Аж-2. Вот как раз, как раз почему можно спросить, допустим, имеется какое-то молекулярное ядро, и нечего вам свои идеи здесь. А что, идеи молекулы по-другому излучаются. Мы тут за того еще один, что идеи высказывают свои, а что там уже как мы разбираемся в себе. И вы в том числе скажете свое слово. Вы сколько лет занимаетесь физикой, когда-то не разобрали я вам рассказываю элементарные вещи, честно говоря, с точки зрения банальной рубицы. Ну ладно, хорошо, все вопросы какие. Сейчас ты будешь, Ну все, больше нету, когда хватит. Сиди в это самое... Все, да? Спасибо. Давай, Игорь. Я буду твоей защиты сейчас. твоей защиты. Продолжение следует...